Всем привет! С вами The Station, Тёма, Rust, продолжаем кампейн по Kill Team И после первого классного боя Спасибо вам большое за лайки и комменты Продолжайте их ставить, если хотите видеть продолжение А сегодня мы перед тем, как начать вторую миссию Расскажем вам вообще, что же это за планета-то такая Ну, мы обещали И что на ней происходит Давай, вперёд Как мы обещали, раз начинаем кампейн, то рассказываем, что и как И прорабатываем Это планета Ахилл-3 Система Ахилл, как вы понимаете, третья планета от Солнца, обитаемая Она была колонизирована очень давно То есть это 20-е тысячелетие, плюс-минус, ещё до Великого Варп-разлома И Варп-шторма, точнее Что было здесь, в общем-то, никто не помнит Это был Даду Ереси Конечно же, колонизация сна нашла тогда Что мы знаем сейчас о ней? Что это прекрасный аграрный мир Здесь безумная фертильность абсолютно земли Всё растёт, как на дрожжах Очень быстро, очень вкусно То есть вы видите, эти все джунгли, они не просто так С другой стороны, если хорошо бороться с ними То есть местные использовать аналог Эджент Оранжа, по большому счёту То есть уничтожать эту растительность Мы можем здесь выращивать громадное количество продуктов Которых будет снабжать едой Ну, весь, конечно, не субсектор Но, как минимум, система солнечная Это аграрный мир И всё было здесь хорошо Здесь несколько городов больших Здесь всего 3 миллиона с небольшим человек живут Причём они сконцентрированы в двух больших городах А остальные – это маленькие фермочки, которые бесконечно заселывают В мире будущего чем меньше людей, тем лучше Потому что всё остальное у нас там сервитеры Техника, которая сама по себе двигается и делает всё, что нужно Это, как я помню, в детстве нас привели на экскурсию на заводку Кола В третьем классе учился, на секундочку Это было прям очень давно И я охренел с того, что там сказали, что на заводе работают меньше 20 человек Меньше 20 человек, потому что всё остальное делает роботы и всё И конвейеры, да Это было больше 20 лет назад, чувак Ну, окей, да, хорошо И всё было бы, наверное, хорошо Никто по этой планете, в общем-то, не вспомнил Их тысячи этих планет никому ни нафиг не нужны Ну, так думали, по крайней мере Пока здесь в один из прекрасных дней не упал метеорит Бывает, падает Ну, что, господи, даже у нас на Землю падают они постоянно Однако занёс он нехорошее Занёс он споры грибов, можно сказать Это был Халк Ну, это был кусочек Халка Да, как мы знаем, они когда выходят из воров И там часто вот это вот споры остаются Да и вообще, в общем-то, просто орки Разбились, через какое-то время из этого начало нарождаться И пошёл процесс Арчины Я думаю, что вы, если захотите узнать больше об орках Вы это узнаете из соответствующих роликов, либо книжек Начали появляться около полей Фермеры замечать Началась война, по сути, реднаков С какими-то, ну, вот, ублюдками Которые здесь появляются, нападаются Делают нехорошие вещи Ну, родники, это крестьяне Это, по сути, местные, да, в общем-то, фермеры Которые защищают свои фермы Агрессивно защищают Здесь вообще всё СПО Это из такого гражданского населения состояло Ну, из местных фермеров и так далее Три миллиона человек Ну, что вы хотите, это всё И это и фермеры, и силы планетарной обороны И всё подряд И так всё это происходит Года полтора не пытаются воевать Силы планетарной обороны сдерживают Но в чём проблема? Турков нельзя просто сдерживать Потому что они там плодятся в бешеных количествах Здесь, в общем-то, тепло, хорошо, мокро В общем, идеально для грибов Их нужно уничтожать под корень А этого не было сделано Их просто сдерживали, не пускали В какие-то цивилизованные районы И в результате, через пару лет Понимают, что всё Держать это уже больше невозможно И скоро наступит конец Тогда вызывают помощь в метрополии То есть полноценный империум На землю И сюда начинают прибывать Какие-то уже современные силы Имперской гвардии В первую очередь это востроянцы Востроянские первенцы Откликаются на этот зов Ну, понятно, по распоряжению Тера Просвещай-ка Востроянские первенцы Название полка Астромилитарум Которое происходит Из промышленного мира улья Вострои Находясь вдалеке от централизованного Контроля империума Востроянские солдаты и офицеры Сохраняют довольно архаический внешний вид Отличаясь от других полков имперской гвардии Их оружие передается От одного первенца к другому по наследству И зачастую стоит гораздо больше гвардейца Который им пользуется Первенцы используют длинные и сильно украшенные винтовки Офицеры пользуются лазганами Встроенными в топоры Знаменосцы несут в бой древние родовые сабли и кинжалы А верхняя часть их тел покрыта ритуальными шрамами И что после этого происходит? Лет за 20, то есть в принципе за пару поколений Арков удается вроде бы уничтожить Ну мы практически в этом уверены, но нет Основные силы Востроя уже уезжают Остается небольшой контингент Востроя Конечно, в этой битве уничтожены и города И фермы давно заброшенные То есть все эти поля, они уже покрыты опять джунглями Мы видим вот эти вот какие-то развалины И как вы могли видеть в наших играх Какие-то заводы уже все заросло Очень быстро все зарастает Небольшой контингент Востроя Немножко выживших местных осталось В городах, которые начинают заново жизнь Планеты на карантине Потому что, безусловно, власть поддержащие и умные люди знают о том Что если орк... В общем, орк может возродиться Достаточно немного всего, чтобы это опять повторилось Поэтому какой-то контингент держится Итак, сегодняшний день Вот такая вот ситуация И понемногу из местного министориума Столицы Троя находятся в небольшой крепости Начинается сообщение с разных ферм и все остальное Что какие-то люди ходят, что-то проповедуют Куда-то уходят И вообще в император верует все более и более Как-то не так Это достигает весть инквизитора Инквизитора Лавриса Берия в данном случае у нас Который со своей группы прибывает Чтобы расследовать данный вопрос А что там происходит, собственно? Давайте посмотрим Сегодня? Сегодня у нас следующая миссия нашего кампейна Да, сегодня следующая миссия И что же у нас здесь происходит? Казалось бы, разрозненные события Они вот происходят сейчас по планете Инквизитор Лаврус Берез улетел Он улетел куда-то А в это время оставшиеся силы Его С поддержкой, конечно, споя и так далее Прочесывают катакомбы под городом В катакомбах есть сведения Что-то происходит не то Так это или нет, неизвестно Если так, то когда мы понимаем Вот министориум, администориум Что-то непонятно Странные звуки Да Странные звуки Да И обязательно, конечно, такие вещи должны расследоваться Потому что враг, близко который, он самый опасный Он опасный, который там в джунглях или еще где-то Отряд Инквизиции Точнее, штурм труперов Заканчивает уже осматривать все Вот он, подвал Он зачищен Ну, подвал, вы должны понимать Катакомбы под столицей Это громадная вещь Их прочесывают недели Люди очень сильно устали Им уже, ну, почти все равно Камон, ну уже все играли во вторую Диаблу В лют-голей Спускались Там вообще бесконечно можно было идти вниз Ну, кому это нужно уже Они уже начинают терять какую-то осторожность А в это время где-то сбоку Культисты не дремлят И культисты Один из культистов прибегает к Спейс Марину Кто Спейс Марина? Несущее слово Это те самые несущие слова Которых вы наверняка знаете И сообщает о том Что вот, дескать, здесь Какой-то отряд людей Он сам не знает кто Что-то вынюхивает Возможно, что-то узнал Что у них здесь громадная подземная база В общем-то, с молильными залами Уже с арсеналами То есть, ну, все готово для нормального переворота И взять планету под свой контроль И надо бы, наверное, что-то сделать И меры принимаются Силам инквизиции Устраивается смертельная ловушка Закрывается дверь Которая должна вести наружу И громадный поток культистов Предводимые своими Дьяволинами Практически предводителями Зажимает их Удастся ли ему вырваться? Ну, давайте посмотрим Черт возьми Блин, я буду стараться Чтоб удалось Ну, и Вот теперь вот уж Точно Не будем ждать Ни секунды Хочу с ними Это Мано о мано Так сказать Мужик на мужика Камон, поехали Направив сервитора Взламывать дверь Гвардейцы заняли рубеж обороны Отступать дальше Было некуда Связист и специалист По тяжелому вооружению По приказу командира Встали на охрану сервитора Сам темпестер С медиком И оставшимися гвардейцами Занял позиции Через коридор Один из солдат Выглянув из-за бочек Увидел вдали В сполохах света Мечущиеся тени Их дополнял Лязгающий Металлический Звук шагов Предвидя Надвигающуюся опасность Командир Приказал медику Немедленно Сделать ему Инъекцию стимулятора Вести бой В ограниченном Пространстве катакомб Весьма непросто После чего Произвел Перегруппировку Личного состава Переведя всех На правый фланг Где коридор Был наиболее опасен В плане прорыва обороны Сам же Занял позицию слева Где бочки Позволяли удержать Коридор В одиночку С тыла Для прикрытия командира Выдвинулись Радист И специалист По тяжелому вооружению Понимая Что сохранность Сервитора Зависит От обороны Флангов И сделали это Вовремя Поскольку Дверь вдали Открылась И из темноты К гвардейцам Бросились культисты Не лучшая ситуация Развивалась И на правом фланге Где по мрачным Коридорам Стараясь Остаться в тени колон Двигалась Группа поклонников Хаоса Однако Снайпер Гвардейцев Вовремя Заметил Опасность Нападения И используя Технические Особенности Своего вооружения Смог безупречно Точно Определить Главную цель И одним Выстрелом Вывести из строя Одного из культистов Но Видя огонь Он не заметил Бросившихся На него Из темноты Фигур С горящими Злобой глазами На помощь ему Поспешил Товарищ Смельтаганом Успевший Испепелить Одного из нападавших Однако Второй Успел А за группами Хаоса Поклонников Уже показались Высокие фигуры В силовых доспехах Гвардейцы Немедленно Открыли огонь На поражение Ориентируясь По силуэтам В темноте Ответ Не заставил Себя ждать Вдали Загрохотал Тяжелый болтер И осколки Одного из зарядов Задели Гвардейца Стоявшего У бочек Загремели Выстрелы Слева Это их командир Отчаянно Оборонялся От атакующих Культистов Медик Из-за его спины Метким выстрелом Убил Одного из них А связист Получая данные Цели указания Точно навел Своего товарища На оставшегося Хаосита Но не успели Они обрадоваться Удачно отбитой Атаке Как на их глазах Бок командира Буквально Разорвало Болтерным зарядом Прячущийся Во тьме Космодесантник Дождался Удачного момента И сделал Свой смертельный Выстрел Снайпер Меж тем Еле успевал Отбиваться От наседавшего Культиста Подставляя Свою винтовку Под град ударов Шипастой дубиной В соседнем коридоре Сервитор Методично пытался Подобрать коды Для взлома двери Медик Пытаясь защитить Еле дышащего Командира Бросился За бочкой Буквально Лицом к лицу Столкнувшись С культистом Вооруженным огнеметом Позади него Послышался рев Это один из хаоситов Выпрыгнув Из-за угла Набросился На гвардейца Тот попытался Выстрелить На опережение Но в спешке Разрядил оружие В потолок Перезарядив Свой мельтаган Гвардеец Заметил Перебегающего К их позициям Космодесантника И решительно Бросился На перехват Выходя во фланг К противнику Оттуда Он мог сделать Свой решающий выстрел Стоявшие в тылу Связист и его товарищ Быстро сориентировались И прицельным выстрелом Ликвидировали Огненную угрозу Для медика Сумрак Справа от них Тоже осветили Яркие вспышки Выстрелов Но перестрелка Эта Принесла Лишь новые потери Среди гвардейцев Пал Выбежавший Во фланг Храбрец Сраженный врагом Удача благоволила Лишь снайперу Который парировал Очередной удар Дубинке И что из сил Врезал Прикладом По открывшемуся Для удара Культисту Буквально Разможжив Тому череп Связист По внутреннему каналу Передал всем Приказ держать Свои позиции Пока медик Не начнет Эвакуацию Командира Наконец И сервитор Добился успеха Разблокировав Дверь Видя это Медик Подхватил Бездыханное тело Командира И потащил Его к выходу Чтобы прикрыть Его связист Вместе со специалистом Перебежали коридор И заняли позицию За углом Отошел назад И снайпер Понимая Что выдержать Еще одну Рукопашную схватку Он вряд ли сможет В образовавшуюся Прореху В обороне Немедленно Бросились культисты Окружая Оставшихся Гвардейцев Воспользовались Этим преимуществом И десантники Забегающего За спину Оставшимся Гвардейцем Культиста Сожгла Вспышка Плазмы Из темноты На свет Выстрела Тут же Раздались Ухающие Звуки Стреляющего Стаббера Но специалист Своевременно Скрылся Ситу Размахивавшему Длинной палкой Символом Своего Бога Он сжег Полтуловища Выстрелив Бупон Сзади Загрохотали Шаги Это Приближался Враг С которым Ему не справиться В одиночку И хотя Храбрости Гвардейцем Не занимать Он Перезарядив Оружие Не стал Дожидаться Подхода Врага И бросился К товарищам Пока Оставшиеся Культисты Не закрыли Ему Путь К отступлению Они Бежали Наверх А позади Еще Долго Слышались Дикие Вопли Поклонников Хаоса И рев Десантников Упустивших Добычу Ну что Ростислав Как впечатления Это Это было потно Я бы сказал так Это было потно Сначала Это был веселый тир Ну так интересно Можно было расположить Баррикады А там Набегали Но получилось Правда Очень Бэково Действительно Чувствовался Нарратив Что есть Культисты Без Мозглые Абсолютно Никчемные И вот они Несутся Вперед Очень ржачно Что сразу же На первый ход Там типа Культист Похожий на Кейта Флинта Комбат Специалист И он Ломится на Первый же ход В чардж Он прям На снайпера Аккуратненько Это такой Чпок И лег Я в какой-то момент Уже запутался Потому что Ну мы старались Так Что все это В катакомбах Чтобы это было Все темно Я сам Из-за некоторых Теней не видел Культистов Где они Их там было Какое-то безумное Количество Их убивал Убивал Они не заканчивались Не заканчивались А спейсмарины Все надвигались Скажи пожалуйста Кстати А у тебя было Общее ощущение Что ты вот там Из-за этих всех теней Из-за этих вот Неотвратимых Надвигающихся фигур Пары спейсмаринов Да И что я отхожу И это было Ну вот Примерно так Что Сережа Солнце Это один из Участников Нашего кампейна Он кидал Кубики За Механикума Кидал кубики Может ли он Сможет ли он Открыть Он это кстати Сделал То есть мы кидали Со второго хода На третий ход Он это сделал Но вот реально Ты такой Давай Давай Господи Блин Открой скорее И я совсем забыл Про боковые выходы То есть мы так Так обороняли Что уже И в принципе Там ломились Так что Со всех сторон Что А что туда бежать Зачем-то я Подставил лидера Ну вот он Как-то вот Что-то пошел Так Серьезно Вперед Он еще Был изначально Ранен Это собственно Как бы И сыграло роль Но Бравый медик Вытащил его На своих Прям перед Хаус Спейсмарином Как бы Фактически Его пронес Всех спас Ну а закончилось Все конечно Очень круто Остался последний Плазмаганщик Ему не хватило Движения Чтобы выйти Где его уже ждут И вот такая вот Груда коробок И я себе Вот это реально Представил То есть Вот этот лидер Спейсмаринов Он очень медленно Идет Ну знаешь Понимаешь Это же Спейсмарин Ну а это какие-то Как бы там Кто-то Гвардия Какая-то Непонятная Хорошо Даже крутая В чулках С перьями Там Окей Не вопрос Но вот он Как-то вольготно Так прокурился И то есть Вот за такими Гигантскими коробками Он не видел И вот Успеет Плазмаганщик Или не успеет Потому что Если он бы этого Не сделал На следующий ход Там просто Чардж И все И до свидания Было полное ощущение Того что Надо драпать Надо драпать Надо уходить И вот Как бы Кого-то придется Отдать Адреналин Действительно Присутствовал Было Классно Как же это все Повлияло Немножко вперед Теперь Столицы Знают Что под ними Есть культ Полноценный культ И будут принимать Определенные меры Какие мы увидим Вперед Также и Несущие слова Будут принимать Контрмеры Чтобы Экскалировать Ситуацию Ну На этом Все Отлично Отличная Вторая миссия Чем дальше Тем круче Я бы сказал так С вами был Артем Rust The Station Всего хорошего Кампейн по Килтиму Пока-пока Субтитры